О главных событиях к этому часу. В Лондоне на Бейкер-стрит прогремел взрыв. Неизвестный напал на здание Russia Today в Тель-Авиве. Яценюк заявил об отказе Украины от выплат долга России. 19 ноября работники Харцизского трубного завода провели забастовку против закрытия трубного завода. Харцизский трубный завод – крупнейший в СНГ производитель прямошовных электросварных труб большого диаметра для магистральных газа и нефтепроводов. Входит в металлургический комплекс компании «Метинвест», принадлежащий украинскому бизнесмену Ренату Ахметову. Несмотря на дождливую погоду выступить против закрытия и демонтажа одного из крупнейших промышленных предприятий Донбасса, собралось огромное количество людей не только из Харцизка, но и из соседних городов. Олигархи, такие как Тарута, Курченко и далее продолжают гравить Донецкую республику. Сейчас они надумали увольнять людей, резать завод, полностью уничтожив его на металлолом, распродав и оставив здесь просто груду металлолома и мусора, как они привыкли это делать. Завод на самом деле уникален, и уничтожать его не то, что нельзя, мы не имеем права это преступление. Так и завода было в свое время всего два в Советском Союзе полностью. Этими трубами, которые выпускались на этом заводе, обеспечивался весь Советский Союз, построены все газо- и нефтепроводы республики и не только нашего Советского Союза, а и других стран. Эти олигархи, которые насосались нашей кровью в свое время, теперь они хотят дотянуться до нас из Киева, из своих, может быть, даже вашингтонских штаб-квартир и задушить нас здесь, задушить экономически, задушить политически, потому что военным путем у них не получилось. Увольнения на заводе уже начались. Власти ДНР активно работают над вопросом возвращения предприятия в республиканскую собственность. В ночь с 19 на 20 ноября знаменитую улицу Бейкер-стрит, прославленную в произведениях Артура Конан Дойля, а сыщики Шерлоке Холмсе перекрыли из-за подозрительного автомобиля. Полицейские закрыли одноименную станцию лондонского метро, эвакуировав оттуда пассажиров. Позже пользователи социальных сетей сообщили, что в районе Бейкер-стрит раздался взрыв. При этом они добавляют, что взрыв был контролируемый. Полиция таким образом уничтожила подозрительный предмет, лежавший в брошенном на улице автомобиля. После крупные британские СМИ подтвердили информацию о взрыве. При этом представители полиции заявили, что никакого уголовного расследования по данному инциденту не последует. При этом никаких объяснений, почему данный инцидент не будет расследоваться полиции, не последовало. Вооруженный ножом мужчина напал на офис телеканала «Раша Тудей» в Тель-Авиве. По последним данным, два человека погибли, еще трое получили ранения. Злоумышленник все еще находится на свободе. На место прибыли отряды полиции, сотрудники служб безопасности. Как отмечается, в данный момент все сотрудники офиса находятся в безопасности. Руководитель ближневосточного бюро «Раша Тудей» Пола Слиер прокомментировала нападение следующим образом. «Мы были там, на месте, когда приехала скорая помощь. Тело накрыли и вынесли из сведения, что по меньшей мере еще два человека были ранены, и по некоторым данным, один из них впоследствии скончался. Впрочем, поступающая информация крайне противоречива. Подробности инцидента выясняются». Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил об отказе своей страны от выплаты России долгов 3 миллиарда долларов. «Россия сразу заявила о том, что они не готовы к реструктуризации и что они будут требовать долг. Я также заявил, других условий, чем другие кредиторы, вы не получите. Базовое условие – уменьшение долга на 20%, перенос всех долгов на 4 года. Не хотите? Тогда вы получите решение правительства Украины о введении моратория на выплату России 3 миллиардов долларов. Очень просто хочу нашим соседям объяснить. Мы 3 миллиарда долларов платить не будем». «Мы 3 миллиарда долларов платить не будем». Напоминаем, что ранее президент России Владимир Путин предложил произвести реструктуризацию украинского долга. По его словам, Москва готова ничего не получать от Киева в этом году, при условии, что в 2016-2018 годах Украина выплатит по 1 миллиарду долларов. «На наш взгляд, предложение о реструктуризации долга на 3 года должно сопровождаться гарантиями реализации украинской стороной этого предложения, гарантиями со стороны либо Соединенных Штатов Америки, либо Европейского Союза, либо крупного банка по согласованию с Российской Федерацией. Вопрос уплаты процентов по реструктуризации задолженности мы готовы обсуждать. Это переговорная позиция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова